ну я ночью соседи спят я не могу сильно громко из-за этого я потихоньку буду говорить если можно можно так все записывается выставляется в интернет вы не против нет уже я в курсе это дел но хорошо говори да вот игнатий я человек с востока так как говорится родился в средней азии ташкенте вырос у меня как бы смешались и маленько подожди маленько что-то не непонятно плохо голос слышно так бубнит бубу бубу назад так вы как бы поднимите голову что видно вот так вот уже назад не 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 опускайте голову говори я сам родился в ташкенте была с россии статарстана славянского такое происхождение голубоглазые люди и вот произошло такое что родился я зародившийся средней азии помешаны восточными корнями и как раз вот это вот есть очень многие ученые российские как раз исследует кровь так подождали опять у полз у полз вниз как-то сделать что вверху пространство за за пол голову подними кверху как-то вы ваша фотография вниз у ползает маленькая и глазок подверните вот так нормально будет да 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 закрепи вот на этом месте опять у ползала закрепи вот так опять ушло в общем это и получается так что человека такого разлива как говорится петросян как-то говорил о своих юмористических вере вещах татарин узбекского разлива получился но татарин это все-таки европейская как говорится профи вот я родился и посмотрел и как бы свою моя судьба сложилась интересно последовательно о том что восточных людей мотивы и потом прошло исследование моей судьбы о том что народы все воссоединяются воедино было определенные 1 а кровь и потихонечку заметил оказывается это все таки было в районе алтая кровь начиналась последовательность них будем об атланта говорит или муров может быть даже если это севера это все происходило бы истории конечно умолчивает потому что с годами много тысяч лет рюрикович и истории искажали 1 столько потому что это была история жизни нашей цивилизации и произошло много всяких искажения и как раз когда дошел я познанием мусульманство потом православной веры католической истории познал историю вас все последовательность библии потом познал книга тору познав тору я пришел выводу что самую глубочайшие истории находятся в индии истории ведом и как раз александр есть так сейчас хине хинеевич такой есть интересный человек который говорит о русах своих древние этой мастера веров не старообрядцев а староверов и как раз приходит тому мнению что кирилл и мефодия а изменили русский язык со 164 буков изменили до 44 последовательное исказили всю историю и по кору колес колес я не помню фамилию я к вам скидывал там человек который занимался кровью и вот эта последовательность я понял что все-таки история у нас была в заблужденно введена в заблуждение вся религиозные понятия и так далее я не опровергая иисуса христа я никого не опровергая просто у меня у компакт у компакт у у компактовалась и система всех мировоззрений и религии в одной едины и вот как раз многие православные соль земли и так далее так далее просмотрев молчанием предается бог и все эти истории происходящие и иерусалиме приходят потому что ложь она потихонечку раскрывается и и когда я дошел все этими религиями начиная от мусульманство их столько разновидности там ваххабиты и так далее суниты шуниты и мониты буниты и так далее ваххабисты начиная там их миллион там потом православный прошел прошел католическую всю историю пришел библии пришел тори и пришел к ведам оказалось что веды более изъясняет глобальные истории его необыкновенные вся история легла так и недавно путин раскрыл а недавно только из-за рубежа проник он и нас достал таинство а такой карте и истории тартарии это только еще как говорится цветочки как это говорит пословица читает травки а потом цветочки что-то есть такая русская пословица который сейчас мне в голову не приходит потому что она как-то забыл о себе ну ладно вы поймете о чем я говорю и вот приходим и к цветочкам цветочки оказывается лежат о том что двадцать пять тысяч лет тому назад они семь тысяч пятьсот двадцать третий год сегодня разве этого создание земли по библейским понятиям библия татар и так далее и получается что двадцать пять лет тому назад тысяч были сибири народ такой вот как раз и по когда мы разобрались по крови r1a r1b и другие о н и так далее есть такой очень колесов колесов или колесов что-то знаком анатолий и вот он раскрыл это таинство все история кто был послан как послана все это и все и получается так что наша история была произошла именно с тех краев салтаски краю народ был все-таки оттуда языки очень соприкасается с индуизмом и этих иероглифы которые фашисты таскали крест скошенный оказывается это торсионная энергия когда-то в древности у нас беломоре это архангельской области оказывается это вышивались в материалах и так далее оказывается получается что наша россия она очень древний народ просто заблудились из-за того что иудеи я их называю европа они унесли в заблуждение вообще всю историю так слиханули конкретно но может быть сознательно может бессознательно я не виню евреев но жалко мне их когда-то был иисус христос они сказали и хотели видели что из и яхве убегают вы к иисусу христу и начали началось масса резкая и этот редакции исказили настолько что вообще никто не может понять и я пробрался до ведов это древнейшее искусство древнейшей истории нашей сегодняшней на земле жизни и вот это происходит так что веды они обозначают любовь спасет мир любовь вы знаете что она подразделяется на си 6 пунктов недавно я попал шестой пункт это ужас это только одно понятие любви а что такое сознание что такой душа что такой радуга что-то такой цветовой гамма что такой звук я музыка я занимался философии и просто пришел такого мнения люди ходят как в сказке говорится мультфильме ежики в тумане и мне жалковато жалко чуть-чуть и приходит пришло такое время как раз православном вере говорится о том что придет илья и енох до святые такие они давно пришли они вселись в человеческом образе иисус тоже пришел просто люди не видят что иисус давно он пришел он просто вселился он постучался в дверь если ты услышишь откроешь дверь и она богослова там есть глава какие-то там я сейчас не буду говорить вот 3 глава кажется и какой-то стих я постучусь и приду и будет с тобой пировать грубо говоря ну так это радоваться что ты обогатился путей иисус в год путь путями иисуса христа это очень удивительно иисус христос был такой удивительный человек который бой божественный человек который иудею хотел спасти просто на всего разрадников это как раз сатанинское сознание что мы породили но история наша были но хотелось две жены три потом четыре и так далее и было его на распятие донесли потому что яхве они поклонялись своему они иисус и об этом много раз говорил что вы не тому богу поклоняйтесь они как говорится и в иллюзии ежик в тумане были и вот иисус родился для этого чтобы спасти это именно тот народ который нужно а северный народ не надо было спасать потому что там была семья если в циркулярное мышление и в линейном мышлении есть я сам иллюзионист просто не говорю если человек начинает мысли я всегда говорю почему он не мыслит объемно цирку циркуля он как раз говорит об этом что объемно думать вот я как раз имею просто я хочу продемонстрировать я постараюсь я с другой положение потому что плохо видно вот я иллюзионист бывший первого класса иллюзионист фокусным грубо говоря вот я имею просто чтобы было первой стадии понимания человечества я хочу продемонстрировать вот одна карта троечка вот вторая карта цветная и 3 черно-белый шут гороховый я беру цветную укладываю в заднюю часть убираю его назад просто я хочу первые чтоб человек начал думать объемно они линейно об это масонские все хитрости еврейские они заблудили человека настолько в ложь или я потихонечку хочу вывести состояние зомби называется лингвистическое программирование сознания человека вот я показываю одну карту переднюю шута цветного горохова я его так называют шута цветного горохова вот он есть правильно показать покер и это европейцы давать джокер я его беру сюда на планку сдвигаю назад медленно спокойно показываю как я его сдвигаю я его убираю перед вашими глазами как назад он уходит он ушел назад и он выходит опять спереди а почему это заблуждение многого состояния сознания я его опять ставлю на место сдвигаю обратно назад и он выходит обратно здесь вот это вот иллюзия как раз я иллюзионист хочу вывести людей из заблужденного состояния сознания она имеется три карты всего лишь я показал в начале и показал сейчас после показанного иллюзии который выдвигаю я его назад но он оказывается впереди это называется как бы найти так сказать заблужденное зрение наше она не способна видеть в трехмерном измерении это ширина высота и глубина объемное мышление вот как россиянисты в долларах рисуют у них линейка там такой есть угольник называется угольник по нашему русскому угольник но она подразделяется деле делениями и на нем вот так циркуль это в долларах и на наших рублях тоже есть сионистские знаки рептилоиды на наши 50 рублей на 100 рублей и так далее просто человечество не понимает что это борьба не с ними а нашим сознанием если мы победим свое сознание и начнем думать объемно и масштабно еще можно сказать называется такое слово в русском языке как разговоров мне очень его работа интересовала и многих володарский был такой в алтайских краях очень удивительное приходим к мнению о том что этот алтай мудрецами еще не не обетнен и я все-таки с узбекистана как черножопы приехал облагораживать видите по потихонечку историю свою что именно красивая история русов она лежит глубочайший глубочайшим арийской в крови тартария симбири и так далее и вот я хочу вывести с этого зомбированного состояния шизанутого так таково и вся история про мухаммеда это называется молодая религия и сейчас как раз происходит удивительная вещь и 8 собор идет удивительность страшный 8 собор который все семь соборов я не признаю они какие-то были найти иллюзионный только я не знаю седьмой собор когда начали поклоняться образу но это три называется картины картины и коп он как бы можно и по это то говорить по-разному потому что ведах это говорится все так и вот они только пришли к этому а веду это более изначально до чего заблудили в лабиринт сознание человека и он как ёжик в тумане находится и мне же немножко страшно становится но я надеюсь потихонечку русой проснуться начнут понимать что такое математика чего такое умножение рыбникова сложение что такое биология что такое микробиология химия и потихонечку развеется и пойму что происходит вообще с цивилизацией особенно разновидностями чертями черти что такое черти это ведах говорится о том что 8 миллионов 400 тысяч разновидностей существ во вселенной вот возьмем одних одно из 400 тысяч которые находятся ведах говорится о том что 400 видов человеческого разновидностей есть и вот это 400 видов разновидностей это может быть чупакабры лошадь иша корова и так далее снежный человек инопланетяне чертовщина всякой вот в этом разобраться очень сложно людям почему они все удивительно относятся ой летают тарелки и так далее не понимают что просто они питаются нашей энергии человеческой вот о чем самое главное история ведов говорится о том что это все чертовщина это видит православной вере говорится об этом и многие пророки говорили об этом что такое сатана что такое бог это просто троица возвращай сейчас при переходим состоянии троица троица есть отец и сын и святой дух ведов говорится что были такие троица от кришны как было это бхатха шива и вишна это вот и как раз у них истории говорится что от гнева он породил шиву и шивы пришел на землю грубо говоря да иисус христот а вишна это просто святой дух и потихонечку исказили и взяли евреи грубо говоря ну вот это народ который шумеры там были ли какие они взяли переписали и перекрутили по-своему адам вева калиюга они перевернули по-своему калиюга это древнейшая история за много тысячи лет описано в ведах и вот она передается знаете как не письменностью тора или библии она передается из усты в усты передается алим подожди маленько тут ко мне уже не один человек звонит меня сильно упрекают что я столько времени сижу слушаю не отвечаю говорит какое у вас терпение дело в том что прошлый раз я вас просил больше к этой теме не возвращаться вы сказали не буду но я помолился вижу нет вам уже не выйти из этого состояния это пленение ладно прощайте до свидания подожди подожди я вам скажу видишь он не понимает ничего смотри вот я хотел ему засчитать так засчитать вот что апостол павел первом послании к тимофею пишет по повелению апостол иисуса христа по повелению бога спасителя нашего господа иисуса христа надежды нашей пишет по повелению тимофею истинному сыну вере благодать милость мир от бога отца нашего и христа иисуса господа нашего отходя в македонию я просил прибыть в ефесе и увещевать некоторых с кем он просился уже чтобы они не учили иному и не занимались баснями родословия бесконечными которые производят больше споры нежели божьи назидание вере а увещевать надо цель увещания состоит есть любовь от чистого сердца и доброй совести нелицемерной веры от чего отступив некоторые уклонились пустословия желая быть законоучителями но не разумея ни того о чем говорят не того что утверждают то есть вот это я хотел прочитать он уже сразу отошел сатана не допускает это пустынное место где он сейчас бродит мне очень жаль его видно что человек старается вот но у него мира то никакого нет он в какой тьме находится это не просто во тьме находится это духовная тьма его а как помочь но я посоветовал бы почитать книгу при мудрости соломона неконеческая книга о том как возникают эти идолы как уклонение от бога там очень подробно это все разбирается нет другого имени под небом данного человеком которым отлежало бы нам спастись кроме иисуса христа это все что он говорит ведать все до самой последней буквы от сатаны тут ничего от бога у него нету эта тьма безбрежная и в эту пустыню сатана его заглянул почему он по пустынным местам бродит а вот это есть пустыня звуки разделять какие-то движения делать вопрос один ты признаешь себя грешником или нет он этот вопрос то не решает а если не признаешь себя грешником какая тебе разница где теперь бродить а если грешник вопрос как избавиться от греха возмездие за грех смерть а как тогда надо чтобы подарили тебе спасение дар божий жизнь вечного христе иисусе но его сатана не допустил сегодня он просто выхлестнулся его больше нет конечно это наша последняя встреча больше мы не встречаемся ему это не надо он пленен он был у священников они все сказали ты психически больной бесноватый но я вижу что это действительно так я ему не противоречил пытался вывести но здесь ничего нельзя сделать это или природная неправильно где-то причащался как правило демона заходит через причастие очень любят многие больны немало умирает почему недостойно причащаются на этом сегодня нигде не смотрят и может быть процентов 95 сегодня больных которые люди недостойно причащаются совершенно не рассуждает о теле господним что это тело принято от духа святого девы марии претерпела казнь за меня он этого не как будто никогда не слышал хотя все это знает пусть господь его исторгнет из этой кромешной тьмы куда его сатана столкнул видите даже ночь он не на молитве а все время мне забрасывать забрасывать что-то я просил больше не кидай мне он на разных людей выходят и сбрасывают а посмотрите это это там смотреть нечего чужая блевотина написано столы наполнены отвратительной блевотиной и он полно по горло в этом огромном чане с блевотиной чужой кришна двадцать семь тысяч то есть что написано библия то евреи сказили и все такое у него идет а сатана радуется ты знаешь сатана теперь скажи как он попал сатана библия прямо говорит на небе была война откровение двенадцатая глава он был сброшен и вот он находит свой сосуд сосуд нечистый в чистом сосуде он не может так говорить бывает если бесноватый то он просто бьется головой пену испускает а он пытается где-то что-то найти уйти от христа я могу сказать жалкую как старые люди говорили жалею на этом все я щас дам знать которые на меня звонят тут андрей дробот выходил сергей парализованный сейчас я на них ухожу все с богом потому что отключать а тут уж как будет бог даст